хари кришна дорогие преданные спасибо большое что вы сегодня нашли время для того чтобы поучаствовать в нашем эфире о том как распространять не решил про упады наш большой вклад миссию шоу про упады попытка вдохновить вас тоже распространять книги немножко рассказать вам то чем мы занимаемся да как почти два года мы занимаемся меньше вот и мы подготовили для вас небольшую презентацию сейчас мы сделаем демонстрацию экрана и напишите пожалуйста в чате у нас хорошо слышно и видно видно ли слайд на зеленом фоне итак мы подготовили сегодня для вас небольшой небольшую презентацию она называется как начать распространять не решил про упады через интернет прямо сегодня если у вас нет времени опыта решимости и вдохновения и так что вас сегодня ожидает чтобы получить сто процентов от нашей сегодняшней встречи да то есть конце можно будет задать все вопросы да то мы с удовольствием ответим как у нас может что-то получается не получается вот будет запись эфира да она у нас уже началась есть небольшая задержка обычно где-то в 30 секунд если вы где-то едете можете включить наушники вот и вас будет ожидать примерно 30 минут вдохновляющего общения с чем вы уйдете после этой встречи да то есть вы узнаете как участвовать в распространении книг не выходя из дома если вы работаете или проводите время дома если у вас нет опыта и знаний вот но вы очень сильно хотите распространять книги шоу про упады на рынок у тебя было такое вот я тоже на самом деле смотря на то что ходил на санкирту мне всегда хотелось не ходить а сделать так чтобы они сами распространялись эти книги вот конце каждого из вас ждет небольшой подарок вот у нас есть небольшая методика которая помогает выстраивать все наши проекты вот некоторое время назад несколько лет назад удалось побывать на национальном совете вот иском и туда приезжал один старший преданный его зовут братья махан вот и он практикующий консультант вот и он дает методику определенную которую различным компаниям forbes он продает за 10 тысяч долларов вот и те кто останутся до конца вот те кто сегодня будут с вами они смогут вот узнать о том что как этим можно воспользоваться да эта тема вообще совершенно другого семинара вот но вы сегодня сможете и тоже получить для того чтобы возможно изменить постановку цели и задачи вообще в своей жизни сегодня ну как бы уже прям сегодня да тоже попробовать мы хотим рассказать вам о том как все начиналось да я вот вообще на самом деле никогда не думала что буду распространять книги вот у меня я вообще вот даже какое-то время пожила в храме целых пять лет вот ездил по сидерам даже книги распространяла вот и я помню так сильно между на этих холодах вот этого холодно и тяжело вот всегда мечталась думал о том а как бы можно было бы автоматизировать процесс вот чтобы как-то люди могли автоматизировано до получать эти книги вот и написали да там что есть опыт распространения книг на улице вот всегда хотелось автоматизировать этот процесс давать людям возможность получать через интернет вот и давайте другим преданным возможность участвовать миссии даже если они как бы находятся дома вот и некоторое время назад это наверное заморай не рад потому что расскажет как это было да марте 2020 года получили на благословение на благословение тысячи книг шилпрупады в день через интернет давно думали еще до этого с манджари махима как это сделать через интернет но мне кажется меня каждый раз когда встречались мы всегда думали как бы проповедовать через интернет но толку мы не знали манджари махима сделала решительный шаг перед тем как уехать из макура преданные приходят таки сами мухараджа сообщает ему о том что они уезжают он говорит о нет как же выезжать из моей курт хамы и можно попросить благословение и манджари махима просто за одну минуту решил просить благословение на распространение тысячи книг в день вот но я была просто переводчиком а на самом деле до этого на ранее рад хочу попросила благословение у матушки мадыкини да на сан киртону да и о том что за пару месяцев до этого я просто попросила благословение на сан киртон она благословила все сердце вот видите до сих пор занимаемся вот знаете есть еще проект один очень интересно называется архофорум если кто не знает это проект для бизнесменов о том как вести бизнес и так далее вот и там выступал один старший предный очень богатый человек вот и вот нам удалось просто присутствует до этой презентации вот и когда его спросили ну а то что что является основой ваш успех да что что одно самое главное вот и он очень просто сказал мой духовный учитель пришел и благословил меня да и только после этого у нас как бы что-то получилось вот и поэтому как вы видите что эти благословение является основой вообще любого успеха до того чтобы что-то получалось вот поэтому выделяйте всегда этом большое внимание благословением потому что с этого будет стартовать ваш проект чего бы как бы не касались и хочется сказать что вот мы подвели небольшие итоги перед тем как мы будем рассказывать да то есть хочется сказать что получилось да уже сделать вот и удалось распространить 42 тысячи книг организовать распространение то есть это с августа 2020 года вот распространить 15 тысяч единиц просада снять 32 ролика о книгах шел про упады организовать 4 онлайн чтения вот сейчас проходит проект молитвы по благо всего мира вот уже больше месяца вот и в городе где мы находимся мы строим такой проповеднический проект храмово храмово такого назначения вот и все это вот меньше чем за два года да вот такой вот большие результаты да хочется поделиться вот когда мы подумали о том как хотелось бы распространять книги мы составили большой список компаний да по моему наш список магазинов и намеревались его обработать первые списки стелл в алберес и пока что он мы решили использовать площадку в алберес вот она нам понравилась тем ну мы вообще не знали что это такое если честно то есть мы просто зайти вот это было просто в пункт номер один и просто до кликнули вот и решили начать туда выкладывать сколько мы недели четыре доделали первую поставку сумасшедшее количество времени вот а потом когда мы стали видеть что книги разбираются вот мы очень сильно вдохновились вот на самом деле в определенный момент было двадцать одна страна для выдачи до последних событий вот сейчас пока только 7 но я думаю что все стабилизируется вот в алберес самые большие крупные склады в мире ой мире говорила говорилось наверное будут в мире да вот в россии да то есть самые большие склады вот там продается абсолютно все и мы выбрали эту площадку для реализации книг шоу про упада вот а потом мы кстати встретились с одним преданным который какое-то время работал на складе в албересе и вот тут можно посмотреть что на самом деле команда интернат санкиртона это больше уже 500 человек тут есть очень много фотографий вот как вы видите то есть мы получали книги упаковывали их узнали какие есть требования к упакованию там эти штрих когда всякие да вот здесь на фотографиях есть анатолий анатолий это айти специалист в останкино той самой башни в москве и он там занимается им программированием 1s программированием и с его помощью у нас появились программы которые на формируют все эти что их коды ведут учет и так далее и хочется такой момент сказать что вообще интернет санкиртона она делится по факту на два отдела на два блока то есть первое это организация склада то есть какой-то точке откуда будет происходить распространение то есть до того как мы занимались в албересом мы пробовали сделать сайт да и отправляли собирали заказы и отправляли их сами вот что с нами было вообще занимало просто все время и это очень тяжело вот ты просто живешь на почте я помню что это было очень трудно мы подумали что наверно это не самый в общем ряд которым надо заниматься вот поэтому вот этот инструмент как бы в алберес мы с своей страны хотим вас вдохновить но посмотреть на него с точки зрения что каждый из вас может его использовать да каждый из вас может использовать площадку в алберес для распространения книг и мы хотим объяснить именно каким образом да то есть есть также другие предметы тоже выкладывали туда книги вот но этих книг распространялось не очень много вот и мы в принципе вдохновляем но говорим что вот мы уже как бы начали этим заниматься да у нас есть свой склад у нас есть уже как это правильно сказать преданный да кто сотрудники здесь видно матчи на решку или например вот она пишет настоящий счастье счастье пришло 660 бага гид да и уже все по факту организовано да то есть уже есть офис уже есть склад уже есть программист уже есть логистика уже есть машины водители то есть это целая система да сегодня только отправили что целый газели 1800 книг отправили на склад в алберес вот матч на решере сегодня звонила говорила боже у меня не шевелятся пальцы я не могу говорит уже просто не нужна неделя отдыха она вот себе рассказывала что просто уже вот оси цель офис который как бы уже этим занимается да и можно этим дополнительно не заниматься то есть он уже все организовано да то есть уже все как бы есть получается вот хотелось перед тем как вот мы вернемся к вопросу распространения книг да вот мы однажды смотрели удивительный семинар одного старшего предного зовут вайшешика прабу вот и он вот хотел вообще рассказать а почему мы занимаемся книгами да почему именно книги шила правопада вот если мы обратим внимание на наш как бы получается сам продай да то мы можем увидеть что у всех представителей наши парамперы да есть в руках вот хочется вопрос сказать что да что священный есть священное писание да то есть если вы обратите у господа брамы есть да вы увидите что шила висадева до литературное воплощение верховной личности бога до руба госпами вот здесь вот мы собрали еще мадова ачария бактиленот такор бактисиданта сарасвати да здесь также госпами вдаван и сам шила правопада да то есть они очень большое внимание уделялись еще написанием да то есть мы видим что это знаете как возможность получить как узнание из древности да и вот знаете в виде перенеси его сейчас и дать людям возможность ну как бы обрести определенное счастье да то есть избавление от материальных страданий жизни такой да когда ты можешь идти к богу вот и есть четко руководство да есть четкие наставления конкретные до инструкции что надо делать вот и мы просто делимся этим с другим и ничего не придумываем знаете как есть сейчас психологи до которые как сказать ну вот что-то придумывают и вот говорят вот надо делать так а это вообще даже ничем не подкреплено да а мы видим видим нашу гуру парамперы да которая сокровенно как это переносить при переносились эти знания да из древности прямо сейчас и помимо сушила правопады да и того что он организовал мы имеем возможность этим соприкоснуться и тоже стать участниками того чтобы просто дальше это получается передавать да то есть мы имеем вы можете представить да то есть книги уже есть кто написал кто их переносили да вот сейчас уже там не знаю в россии появился вал березда то есть вообще все очень просто становится не уже лежат на складе сейчас да они уже прямо сейчас уже все все отправили вот осталась какая-то очень малая доля до того что мы можем делать для того чтобы как бы они распространялись да то есть как мы можем быть активно далее интернет санкировать они вот здесь несколько еще цитат шелла правопады до важности распространения книг да то есть когда бы я не получал сообщение о продаже моих книг я чувствую силу да то что касается цифр по продаже книг пожалуйста продолжайте в том же духе да это единственное утешение моей жизни когда я слышу что мои книги так хорошо продаются я становлюсь энергичным как молодой юноша да то есть вы видите какое значение уделял сшила правопада да то есть очаре искон да то есть что что вообще он получил наставление да у своего духовного учителя как она вам звучит даже что если тебя когда-либо будут деньги печатай да пожалуйста это делай поэтому мы видим что насколько это важное занятие да то есть вот мы также подготовили еще один слайд что у каждого есть очень важное служение то есть целое древо служений которые сейчас есть в искон да то есть есть и киртаны и харинамы есть вы занимаетесь может быть уборкой может быть и занимается поклонением божества может быть вы заботитесь о преданных может быть вы распространяете просад но при этом каждый может распространять книги сшила правопады для его удовлетворения для удовлетворения духовного учителя вы знаете на самом деле вот это благословение в тысячу книг то есть она вообще знаете как капля в море да по сравнению с тем что шила правопада сказал распространять в месяц 10 тысяч больших и 100 тысяч маленьких книг да вот наши 30 тысяч книг это просто вот эти как маленький бонус да в общий баланс то есть того что надо делать вот это просто к тому что на самом деле каковы объемы как видел шила правопада какие наставления он давал много-много-много лет назад да и сейчас мы можем стать как бы частью реализации до этого благословения как правильно помочь да то есть и джепатаки махараджи да в том чтобы это распространение происходило шили правопаде да то есть нас ну вообще нам ничего не мешает это делать то есть часто мы слышим ну то есть о том что хотят люди участвовать миссии да но бывает не хватает такие отговорки даже не хватает времени нет возможности выходить на улицу нет достаточно опыта не хватает решимости да то есть этих отговорок как бы очень много да почему это может не получаться вот одновременно с этим у нас есть как абсолютно все возможности это сделать да и вот мы хотели подготовить подготовили для вас небольшой слайд о том а что вы можете делать практически да то есть мы хотим сегодня поговорить о практической части то есть как вы можете конкретно проповедовать вот через интернет да то есть прямо сейчас скажешь первое это снимать видео шорт что такое шорт кто не знает это горизонтный вертикальное видео до 30 секунд и она попадает еще пока что работающие на российской федерации youtube и становится автоматически шорт сами вот что можно делать можно посмотреть у нас на канале можем выслать образец про то что очень очень просто можно делать вырезки можно просто взять и прочитать отрывок из книги шилопарупады очень просто можно себя при этом записывать можно книгу при этом записывать можно картинку вставить сейчас это очень просто делается программа и в конце можно дать либо ссылку либо просто сделать снимок с экрана чтобы человек увидел где эту книгу можно взять просто можно набрать, BBTE на Wildberries. Просто набирайте BBTE и сразу же первая книга будет два года, Гита. Да, то есть все очень просто. Читать онлайн в прямом эфире, то есть ежедневно многие предные так и делают уже давно, устраивают такие марафоны и у них очень много просмотров. Главное здесь стабильность. В определенное время предные садятся, берут книгу Шивопропады и начинают ее читать. Можно снимать интервью. То есть, например, это тоже как-то будет связано, что вы можете найти кого-то блогеров или те, у кого есть очень много подписчиков и договариваться с ними об интервью. Например, наши дорогие Ренганайки с Ренгабрией, они очень серьезно этим занимаются, они снимают разные интервью со звездами. Вы можете делать совместные эфиры с своими друзьями, например, просто рассказать а вот чего ты такой вот. Для себя можно снять отзыв и записывать каждый день, как кончил препод и сменили. Да, то есть вот если вы даже начнете просто проповедовать тем, кто просто хоть немножко о вас знает, да, или делать что-то, что привлечет внимание людей, да, к вашей странице, то есть там вы будете проповедовать, то есть это ваш вклад, понимаете. Если это делает один человек, это одно дело, а когда тысяча людей это делает, то как бы сразу оно очень как бы серьезно может быть от этого результат. так же вот есть, как писать статьи. Написание статей, то есть опять же, кто где, кто-то просто у себя на страничке ВКонтакте. Сейчас, кстати, у кого больше тысячи подписчиков, это можно делать и в Ютубе, в любых социальных сетях, где бы вы ни были, писать статей. И можно всегда в конце отдавать по своему желанию, опять же, ссылку на то, где купить эти книги. То есть опять же, да, вернемся, что Санкирт, она подразумевает интернет Санкирт на два блога, да. То есть первое, это то, откуда будут книги распространяться, да. Возможно, вы готовы организовать свой склад сами, да. Ну, как это правильно? Вы готовы сотрудничать с местным храмом, вы готовы брать оттуда книги, вы готовы сделать страничку, вы готовы сами отправлять книги. Это тоже все возможно, вы тоже так же начинали. Вот, просто одновременно с этим вот создан Валберес, да, и мы чуть позже просто расскажем о всех его преимуществах, да, и почему вы можете так же его использовать для своей Санкирт на, да, для своего распространения. Ну, чуть позже мы сейчас на следующих слайдах об этом расскажем. На самом деле, этот список вот этих методов, он просто безграничный, да, то есть есть так же интересный метод, связанный с чтением не только просто онлайн, а, например, каких-то книг, вот, ну, каких-то курсов, да. Расскажи про этот курс по Багавадгите. Как оно во время пандемии, которым, да. Время пандемии стал популярен курс в Индии на разных языках, называется «Багавадгита просто за 18 дней». И он продолжается, кстати. Вот предный, который нам представляет этот Zoom, он сначала по пандемии так и ведет этот курс один с другим, один с другим, и они так бесконечно идут. Да, и самое интересное, что на этих курсах книги продаются как учебники. То есть ты приходишь на курс, например, узнать, как это, ну, как-то, не знаю, стать счастливым, да, например, или там курс по Багавадгите, ты должен взять учебник, да, и таким образом, ну, то есть нужен учебник, и ты приобретаешь Багавадгиту, чтобы ее как бы изучить. То есть сейчас предные, они даже глубже смотрят и дальше о том, что, как вот, ну, углубить, да, вот этот процесс, каким образом это сделать. Вот, и мы знаем, что результаты тогда во время пандемии, они были какие-то просто ушеломительные, да, то есть первый курс провели на каком-то... 10 тысяч, второе, уже 100 или 110 тысяч. 100 тысяч человек, представляете, пришли на курс по Багавадгите. Можете себе представить, да, вообще такие объемы? Вот, и все это возможно, все это можно изучать, и интернет вам дает возможность как бы с людьми соприкасаться и как бы проводить, то есть тут очень много, может быть, фантазии, творчества, да, то есть и придумывать, каким образом можно приглашать кого-то лекторов старших, да, например, вот в нашем проекте, да, молитвам во благо всего мира, да, то есть вот так же получить благословение, вот в течестве джипадаги, мы каждый день приглашаем кого-то старших предметов, да, кто вот вдохновлен, скажем так, вот, как сказать, дать какую-то молитву, да, настройку. Но это не совсем связано с антифой, но тем не менее это тоже является определенным вкладом, да, в развитие искор, да, то есть таким образом. Поэтому вы можете очень много чего придумывать, каким образом действовать, то есть вот, пожалуйста, целое вообще непаханное поле, да. А про блогеров, как они устраивали подарки? А про блогеров, да, может быть, расскажите, как они это делали. То есть первый предный, сангелатар? По-моему, кто-то вот не учал, а тоже знает. Да, несколько, один предный, он как бы мы очень так ярко об этом узнали, когда Тинги Патрияндина позвонил, предный, известный блогер-астролог с Украины, и он провел эфир о Багавадгите, и затем сказал... А Ведя Бушина пробовал. Ведя Бушина пробовал. Ведя Бушина. И затем сказал, что сегодня очень было приятно как получать, так и дарить эту книгу. И он собрал, с одной стороны, заявки на то, кто хочет получить Багавадгиту, подарок, а с другой стороны, тех, кто хочет подарить книгу. И он собрал, получается, пожертвования, крупную сумму, и у него был список людей, желающих получить. 400 или 500 Багавадгитов. И на моем фире был тот список, который касался Российской Федерации. 250 Багавадгит мы отправляли через Валберес в декабре. Да, и преданные, так как получилось, что мы были в Калининграде в тот момент, и преданные из Калининграда нам очень помогли. Они сели и занялись отправкой. То есть они закупали просто Багавадгиту на Валбересе, на нашем BBT Валберес. Только пункт доставки они ставили того человека, который оставил заявку. А затем просто посылали ему номер для того, чтобы тот получил эту книгу. А также потом мы узнали, что наш магазин на Валбересе использует Малико Мало. Тайни Санта. Да, про Тайни Санта. Тайни Санта, да. То есть не такой проект, но в год Тайни Санта, когда люди друг другу дарят таким образом. Просто выбирают пункт выдачи того человека, который мы хотим подавить. Потом мы узнали, что также используют Бактив Рикша, Янгир Гурангабрабу. Проект у них называется «Книга в подарок». А мы потом вам расскажем, почему все эти проекты используют Валберес. Мы расскажем вам потом, почему. Также они используют книгу «Потарк». То есть преданные находят людей, желающих получить эти книги, находят спонсоров. Это все работа преданных. И затем они просто опять в магазине «Петина в Валбересе» закупают книгу, указывая пункт выдачи человека и все. Да, то есть все очень просто. Поэтому этих способов на самом деле очень много. И вот вы подписались на этот бот, связанный с Санкт-Киртиной. То есть вы также можете писать свои… Я думаю, мы, наверное, будем проводить какие-то встречи, разные какие-то тематики, возможно. Может быть, чисто как иду, снимать что-то и так далее. То есть это сегодня первая встреча такая. Вот. То есть этих способов очень много. Это сейчас, знаете, такой полет с очень высокой высоты, такой обзорный. То есть что можно делать вообще в этой сфере. Но мы как-то сконцентрированы. То есть мы вот сами стараемся проводить чтение. Да, то есть вот у нас есть проект «Тайная школа на Вадвиба». Мы провели четыре чтения. Да, то есть мы читали Багут, Гитву два раза. Мы проводили вот Рамайну, Махабхарату в прямом эфире рассказы. В среднем мы увидели, то есть смотрят там какое-то количество людей. И потом люди заказывают эти книги, например, тоже изучить. То есть все это как бы реально работает. Вот. Очень много мы также занимаемся рекламой, продвижением. Да, то есть так как у нас уже есть склад, то есть ссылки вот эти, откуда можно книги заказать. То есть налажена работа склада. Мы раньше даже не знали, что так много времени может быть. Но это как бы все равно работает тоже. Вот дальше хотели также рассказать, что есть тоже еще один из способов, который вот он очень простой. Вообще вот проще даже не придумываешь. То есть мы... Есть такие дни очень благоприятные на Икадыше. То есть это дни, когда все хорошее умножается на тысячу. И мы придумали дни, когда вы можете со своей стороны то есть принимать участие, подписаться на такую программу и присоединиться тоже к проекту интернет Санкт-Киртона. В чем это заключается? Что вы можете на каждой Икадыше то есть подписаться на распространение бага-гита на Валберес. Кратно 300 рубля. То есть вот если даже сейчас заходить, вот здесь вот даже на слайде 335 буквально несколько дней назад я делала. А вот сейчас я заходила на сам Валберес, мне показывалось 295. Ну там есть такая... Это просто без регистрации. Да. Показывается вот. И что вы делаете? Вот вы, например, находитесь дома, вы живете своей жизнью, но вы можете, получается, выкупать какое-то количество бага-гит, кратно 300 рубля, и они от вашего лица будут распространяться на Валберес. Почему они распространяются по такой вообще низкой цене, да? То есть если вы зайдете в какой-нибудь, не знаю, читая город, дешевле их 800-1100 рублей, вы не найдете так. Вот. То есть почему мы решили это сделать? Мы хотим служить бага-гите, да? То есть мы хотим сделать бага-гиту книгой номер один на Валберес. Да? И поэтому если вы участвуете в этой программе, то вы поддерживаете самую низкую стоимость доставки с учетом, ну, то есть в 7 стран, да? То есть если человек захочет там в Беларуси где-то, он закажет ее также за 300 рублей. Вот. Или в каких-то других... Когда была 21 страна, то такая же цена была без денег. Ты в Америке за 300 рублей можешь бага-гиту себе заказать. Представляете себе? То есть нас все просто, ну, вообще, то есть обычно это бы еще стоило 1000 рублей плюс доставка, да? А тут вот уже все уже готово, да? Мы не знаем, как делает это Валберес. Мы, не знаю, из Татьяны Макальчук, которая руководитель этого проекта, это самый крупный интернет-магазин, вот. Но вы должны понять, что вот вы также участвуете в этой программе и получите гарантированное распространение. Вот сейчас в среднем распространяется 2500 книг в месяц. И не все они еще выкуплены. То есть получается, что они выкупаются, но с большим, ну, как бы, как сказать. Ну, то есть мы ничего не зарабатываем на этом. То есть мы просто вот за сколько взяли, практически за столько отдали мы платим. Мы платим все налоги, мы платим все, как сказать, комиссии, зарплаты сотрудников, всех. То есть упаковки, доставки, доставки, доходы. Да, да, да. И поэтому выкупая Багадгиту, то есть вы также еще, вот, если она, получается, распространилась, то вырученные средства идут на развитие интернет-санкиртена. То есть мы, например, недавно сняли 30 роликов о книге «Шилы и правопады», что никто не сделал в России еще, ну, разу. Да, кому нужно, мы можем ссылку выставить. Да, мы обязательно скинем вам. То есть это профессиональные ролики, да, рассказывающие о книгах. Вот. И поэтому вот она, простая санкиртена. Вы находитесь дома, каждый кадр, просто выкупаете, кратно 300 рублям. Выбираете, сколько вы хотите по Багадгиту, чтобы распространялось от вас. И каждый месяц стараетесь увеличивать это количество. Все. Вы не думайте, что вы начнете заниматься санкиртеной когда-нибудь давно, когда-нибудь потом, когда-нибудь через неизвестно когда, когда там случатся обстоятельства. Нет. Вот начните с одной Багадгиты. Начните с 10 Багадгит. Начните там со 100 Багадгит, если у вас есть возможность. Или вы там руководитель компании, вы можете ее сделать, чтобы от лица каждого человека они распространялись. Пожалуйста, используйте площадку «Валберрис». То есть вот она есть, вот ее низкая цена. То есть за 300 рублей никто не предоставит вам стоимость дешевле нигде, никогда, ни при каких условиях. С такой, ну, с учетом как бы доставки. Вот. Поэтому вот есть тоже такая программа. То есть кто хочет, вот, то есть уже организован склад, уже организована низкая цена. То есть мы просто все используем эту площадку, да. Мы там ее немножко настроили, да, то есть организовали, а вы можете уже принять просто, знаете, как прийти на готовые, просто уже брать, как говорится, использовать. Как участвовать уже сегодня? Да. То есть есть разные люди, да, то есть возможно вы мама, да, то есть у вас есть дети, у вас нет времени выходить, да, возможно вы бизнесмен, у вас вы зарабатываете деньги, вы поддерживаете семью или поддерживаете вообще в принципе там общины может быть, да, или вы студент, или вы имеете какой-то еще другой статус. То есть вам ничего вообще не мешает участвовать в интернет-санкиртане, да, снимайте шорсы, там, снимайте эфиры, помогайте, ну, то есть в интернет-санкиртане распространение, да, то есть все, возможно, вы можете просто проповедовать прямо здесь, прямо сегодня, да, там, после этого эфира взять, заснять там шорс, да, о том, что вот, не знаю, с багатгитой вот. Шорсы можно, кстати, просто вырезать из лекции даже. Да. Просто какой-то проповедник что-то говорит очень ярко, и в конце все. Да, просто дать и все как бы, то есть все очень просто, вообще сейчас говорю, вот, ну, вообще ничего сложного нету в том, чтобы этим заниматься. Хотели также, вот, рассказать немножко отзывов, да, те, кто использует этот метод, да, что вот пишут, нравится, что очень легко и просто присоединиться к проекту, да, мне лично участие в интернет-санкиртане, то есть дает силу, вдохновение и радость. Хоть я этим самым малым могу участвовать в распространении сознания Кришны, да, чем больше людей узнает о Кришне, тем счастливее и радостнее будет жить. Всем, кто задумал, разработал, организовал и участвует, да, в этом великом проекте, выражая благодарность и мои смиренные поклоны, да. Вот люди пишут, я, говорит, дарю книги, на улице не хожу распространять, поэтому так чудесно, что можно жертвовать деньги, благоприятные деньги и кадрыши на распространение книг. Да, это хорошая возможность послужить Богу, помочь людям возвысить сознание божественными знаниями, благодаря всех организаторов и так далее. А сколько сейчас человек уже подписано? Сколько человек подписано? Ну, мне кажется, не меньше 200 человек точно покупает хотя бы одну вагогиту, не меньше, не менее, может быть, даже больше, может быть, даже 250 человек. Несколько месяцев уже, да? Да, да, и мы введем учет, то есть, если вы подписываетесь на эту программу, мы не знаем вас, мы знакомимся с вами, у нас есть предный, кто лично с вами будет отправлять вам подарки потом. То есть, мы также заботимся о каждом человеке и спрашиваем, как дела, может, вам какая-то помощь нужна, да, то есть, это все тоже имеет место быть. Вот здесь есть видеоотзывы. Почему я занимаюсь интернет-Санкиртаном? Потому что я верю в могущество Шериха Днама-Санкиртана и астрологически поддерживать этот проект, также выходя на улицу и поддерживая опытных санкиртанщиков пожертвования через интернет. Отлично. Вот еще один отзыв. Приветствую всех, меня зовут Светлана, и я являюсь участником проекта интернет-Санкиртана. Очень рада, что присоединилась к этой команде, потому что сейчас выйти на улицу, да, и распространять знания, книжки. Не всегда есть такая возможность, не у всех в интернете. Это, в принципе, все возможно. Вот, поэтому очень благодарна организаторам, кураторам этого проекта за очень быструю обратную связь, за подарки, которые они посылают. Вот, поэтому всем рекомендую. Очень хорошая возможность прослужить Богу, прослужить людям. Так, и последний отзыв. Участвую в проекте, потому что для меня очень важно быть в миссии Шилы Правопады, в миссии Господочитания по распространению Святого Имени Господа по всему миру. Но ввиду своих каких-то возможностей, способностей, я непосредственно не могу участвовать в распространении книг. Поэтому я подключился к этому удивительному проекту, где я могу также быть сопричастным к этой миссии, великой миссии Шилы Правопады и Господочитания. Харея Кришна. Вот такие отзывы были. Ну и в целом наше настроение таково, что в команде мы можем намного больше, да, потому что, как говорил Господь Шитами, да, что одни мои руки. Да, сколько плодов могу раздать и один. Да, если как бы так, поэтому если мы будем делать это вместе, да, то есть использовать все способы Санкиртаны, да, которые только можно снимать шорсы, делать ролики, интервью снимать там, самому выкупать книги или дарить кому-то, да. То есть сейчас все просто организовано настолько просто и легко, мне кажется, раньше можно было просто об этом мечтать. Ну и здесь такой слайд. А можно я сейчас добавлю, знаете, почему еще? Вот очень приятно в одну как бы точку бить, да, потому что этот маркетплейс, это мирское как бы такое вроде мероприятие, там действуют такие законы рекламы. То есть чем больше какой-то товар раскупается, тем сама система видит, что ей выгоднее его уже рекламировать. И Валберис, он сам рекламирует свои товары. Сам, понимаете, то есть люди просто где-то что-то там смотрят, какие-то приложения, не знаю, Яндекс, и в них выскакивает бага от гита. Почему? Потому что она становится все более популярной. Также под каждым товаром, если вы пользуетесь, Валберис всегда написано, сколько раз его выкупили. На данный момент под бага от гита уже написано 6300 раз. Да, я бы никогда в жизни мы на улице столько не расстраивала бы вообще. Да не так, да, я знаю, как это трудно, даже одну в день. Я хочу сказать о том, что представьте какого-то человека, который уже ищет какое-то знание, и он смотрит какое-то большое... Даже если вы откроете Валберис, там очень много бага от гита, разных переводов и разных изданий. Но мы уже давно обогнали бага от гита Бориса Гребенщикова. Ес, а мы когда только начинали, он там был первый, мы думали, да, мы должны его обогнать. Да, кто-то из людей, он смотрит, думает, какой же бага от гита ему купить так много, и что-то 10, да, и он смотрит, что именно это куплено там 6 тысяч раз, а потом будет 10, а потом будет 100 тысяч. И представьте, сколько решимости это добавить людям, и насколько больше Валберис также он поднимает эти товары в топ. Понимаете, то есть настанет такой момент, когда человек просто будет набирать книгу, да, он просто будет искать какую-то книгу, и книга будет, бага от гита будет первая, но это будет только в том случае, если мы будем в одну точку как бы работать, будем поднимать ее рейтинг. Да, вот здесь непосредственно карточка, наш менеджер постоянно меняет вот это количество, купили, вот реально 6300, но это только средний формат, да, еще вот есть и маленькие, и другие форматы. Да, но они не суммируются, то есть получается, что средняя бага от гита больше всего. Если вы покажите, там карточки прославляют Шилу Праупаду. Здесь описания, да, различные уже тоже, это преданное поработали. Вот видите, об авторе есть, о том, как была выпущена памятная монета, то есть мы стараемся показать, что все очень-очень авторитетно, что на Рейдер Моди выписал монету Шилу Праупаду в Индии. Да, да. И на самом деле вот здесь также есть статистика, да, что здесь написано 22886 природных товаров. Но там очень много комплектов было, поэтому здесь написано вот очень много отзывов идет, 876 отзывов. Да, да, и мы очень просим отзывы, кстати. Да, вы знаете, как однажды делали? Мы вообще с собой книги не имели обычно, но хороший тертачик должен иметь книги, вот. А тут такой показываешь, я тебе сейчас на Валберес покажу, смотри, что ты показываешь, смотри, какая книга классная, смотри, сколько людей ее берет, да. И я прям, ну, реально получилось. Не только мы, преданные тоже нам пишут, что они так делают. То есть они начинают кому-то проповедовать там на работе или где-то с собой книги, нет, а они говорят, да вот, возьми на Валберес. Да, и все удобно, и нам очень много говорят, а мы взяли на Валберес, вообще это удобно. Вот, поэтому, ну, вот такая небольшая у нас сегодня была презентация, связанная с тем, как можно принимать участие. Вот у нас сейчас есть немного времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Спрашивают, как записаться на программу? Я вот выслала ссылку, но дальше сегодня мы также разошлем сейчас после этого эфира ссылку, как можно принять участие. Запись на этот эфир для тех, кто, ну, не всем удобно, сегодня суббота, выходной день, сейчас перед праздничным, завтра же маналами. Вот, также спрашивают, да, как подписаться на программу. Вы можете просто вот по этой ссылке пройти, оставить ваши контакты, вот, много благодарности, вот. Вот, Лаура спрашивает, Харикишна, дорогие предные, а как найти человека, желающего купить книгу? Ну, это смотря, чем вы занимаетесь, то есть мы сейчас полчаса про это рассказывали. То есть если вы проповедуете в соцсетях, вы можете там просто говорить, да, все что угодно, в книге. Просто друзья могут, то есть у всех свои способы. Да, мне кажется, каждый с интернатиком, видимо, шорты делать, видео сделать, то есть истоничное количество. Да, вот пишут, сбросят ссылку, хотят как-то обвести багут гиды, да, да. То есть вы можете, знаете, как делать, вы можете каждый раз какое-то количество книг также дарить, то есть вам ничего не мешает, пожалуйста, вот отправьте просто сами, да, и это будет, ну, как бы очень удобно. Это вот поделили ссылкой, да, как раз. Да, да, проще всего, если у вас нет ссылки, так получается, что, допустим, у вас нет ссылки, проще всего набрать BBT, то есть это латинские буквы, да, Bactivedanta Book Trust, набрать их на Валдвесе. Это вот самый простой способ, но ссылки, естественно, мы разошлем. Так, смотри, вот тут был вопрос. Там вот внизу, там еще три вопроса. Когда возобновится доставка в Германию. Ну, надо помолиться преданной, когда обстановка в мире восстановится. Да. Заказ был 20 февраля, нет денег, нет, нет. Ну, значит, надо подождать будет. Да, к сожалению, дорогие преданы, мы даже не видим, кто он нас заказал и куда заказал. То есть Валдберрис, он скрывает эту статистику от своих продавцов. То есть вы можете просто заходить в личный кабинет и там делать им запросы по поддержке, если все еще работает сайт в Германии. Сколько продается товаров в день на Валдберрис? Количество там, миллионов, миллионов товаров, поэтому тут, ну. Надо у них прям смотреть, как подальше. Ага. Вот еще здесь. Валдберрис, конечно, сам заинтересован в том, чтобы восстановить однозначно все поставки в другие страны. Вот поэтому я уверена, что как только, так сразу они это будут восстанавливать. Пишут, если я с Украины, есть ли возможно зарплатить. Ну, надо узнать сейчас о банковских возможностях, насколько разрешены какие-либо транзакции между Украиной и Россией. Вот. Ну, из России, насколько я знаю, отправляют, напишу жизни, да? То есть туда, ну там обычно русские реквизиты, да? Да, только ясно. Ну вот. Вопрос. Если снять шортс, где его выкладывать? У вас есть YouTube-канал, да? Как посмотреть? Да, есть. То есть два варианта. Вы можете либо на своих каналах выкладывать свои же шортсы, да? Ну, зависи YouTube-канал, например. Если вы развиваете свой канал, либо вы можете снимать шортсы, но выкладывать их на наш канал. Да, вы можете. Вот, например, каждое утро проходят тоже встречи. Сейчас мы вам покажем, тоже демонстрации экрана сделаем. У нас разве этот канал. Ну, вот так. Вот смотрите, например, молитвы во благо всей Земли, да? То есть вот мы открываем видео. Вот. И здесь вот, когда вот такой значок, то это уже как бы идет шортс. А, ну, там тоже есть. Я вот на примере этого шортса хотела просто показать, что здесь вот можно самое популярное посмотреть. Что, как ни странно, самыми более популярными являются именно шортсы, да? То есть вот короткие видео, 2000-1700 просмотров, да? Тут вот есть много и полных, да, и так далее. Посмотрим, если сможем быстро открыть каналы. А, я думаю, что... Нет, сложно будет. Да, в следующем обществе разошлем все. Да, вот так что вот примерно такая история. Шортс снимайте, выкладывайте, старайтесь. Вот. Пробовали вы выкладывать на Озон? На Озоне книги уже выложены несколько лет. Ашамом и Санкиртаной. Ашамом и Санкиртаной. И у нас с ними такая договоренность, что это их зона. А зона – это их зона. Азон – это их зона. И мы не идем на Озон и не составляем конкуренции. Зачем это нужно? Они поддерживают. Ашам с Санкиртаной. Ашам, то есть да. А они, соответственно, пообещали, что они не выходят на Валдерис. Вот, поэтому мы как бы вот... Запись, да, обязательно будет. Вот, спасибо большое за... Вот, есть ли возможность жертвовать с Украиной? Ну, мы узнаем этот вопрос. Давайте мы как-то попробуем с преданностью с Украиной как-то связаться, насколько это сейчас возможно, нынешняя ее политическая ситуация. Вот, узнаем и тогда напишем. Да, сначала, кстати, была доставка в Украину даже книг. И наши друзья успели даже заказать книги и получить. Но потом, видимо, из-за, опять же, политических каких-то обстоятельств именно книги перестали доставлять. Вообще все, не только наши, а вообще любые. А сейчас, и, соответственно, вообще ничего не доставляется. Поэтому наши молитвы – это вклад в то, чтобы остановилась ситуация в мире и в том числе заработала доставка книг. Да. Поэтому, дорогие преданные, ну, в общем, у нас посыл такой, что, пожалуйста, проповедуйте через интернет, изучайте эти способы. Вот мы сегодня предоставили вам несколько вариантов. Вы можете всех использовать. Пожалуйста, снимайте. Вот, знаете, у нас есть друг один тоже. Вот, он даже книгу написал. Мы говорим, снимай шорты просто каждый день. И он начал это делать. И он пришел такой вдохновленный. Представляете, мой шорт. А он причем вырезал, что я ничего нечего на пробу, да, как раз тоже с политической ситуацией там был ответ. И у меня вообще там пять тысяч просмотров уже, ничего себе. Вы имеете возможность. У нас есть все инструменты просто сейчас это делать. Можете доносить. Если нас будет много, кто будет это доносить. То есть это будет экстаз. Там все каналы есть. Откуда книги практически по себестоимости без бесплатной доставки есть. То есть они действительно являются основой. Это непридуманная какая-то философия. У нас все просто есть. Пожалуйста, что-то надо делать. Как делать шорты, спрашиваю. Ну, это разное. Первое. Просто берете телефон и снимаете себя. Как вы, допустим, читаете книгу. Вот так. Вертикально. Вот так, вертикально. До одной минуты. И выкладываете его на канал. В конце вы можете либо взять наш образец, как купить Багавадгиду, либо просто сказать там Багавадгид на Валберис Биби Ти. Я на ТикТоке один раз снимала видео, вот так просто сняла. И у меня за один день было полторы тысячи просмотров. Вообще с нуля. У меня нет никого подписчиков. Я просто написала. Багавадгид – это лучшая книга, которой надо просто пользоваться вообще. Да, мы зимой были с Ивамина Суштанчанчаран Прабой. На лекции сказали ему, он сам не пользуется, вот с телефоном, интернетом. Что вот есть такие шорцы, и люди смотрят их часами. И он сказал ему, что мы, наша обязанность заполнить интернет Кришны, заполнить интернет сознанием Кришны. Вырезки из лекции делаются. То есть самый-самый простой способ – это либо скачать, и затем в программе можно скачать бесплатную программу, сделать, опять же, вертикальное видео до одной минуты вырезку. Нужно будет навести вот так, расширить, да, на лицо человека, сделать его вертикальным до одной минуты и выкладывать. На нашем канале молитвы, видите, да, то есть у нас записывается горизонтальное двухчасовое видео, Кришна Найки. Затем у нас есть предная по имени Анасуя. Она берет, приближает, делает вертикальное до одной минуты, и получается шорц. Другой вариант вообще из программы запись экрана. То же самое. Вы включаете просто запись любимой лекции, какого-то отрывка, делается запись экрана, обрезаете и так далее. Мастер-класс поэтому сделать вообще. Вообще мастер-класс. Ну, можем, да. Мы желаем для желающих мастер-класса вырезать. В какой-то день давайте попробуем сделать. Просто вот мы все сядем, и мы прямо в прямом эфире попробуем сделать вот эти вырезки, и попробуем прямо, давайте попробуем в какой-то момент. Даже если вот 84 человек в день будет по одному видео вырезать, уже... Каждый их увидит, например, по тысяче. Ну, сколько тысяч уже видео. Сто тысяч мы точно сможем сделать. Просто вот, представляете, очень просто говорю. Сейчас вот, ну, так вот легко и просто. Да, и в шортсах, чем они для проповеди хороши, тем, что человек, в отличие от длинных видео, там он их выбирает, он их подбирает, выбирает, выбивает название. Шортсы, они сами появляются. Сами появляются. Поэтому нужно так как бы их там называть там как-то, да, чтобы они вот сейчас там всех интересуют, где политическая ситуация. Вот преданные вырезали, Чедан Чанчан об этом говорил на лекции, и все, и он попадает уже людям, которые интересуются этим. Примерно, да? Ну, вы можете, знаете, как сделать? Вы можете не ждать этот мастер-класс, вы можете просто в Ютубе, вот, вот, прям задание, прям сейчас, заходите в Ютубе, спросите, как сделать шортс? И вам там есть вырезки, вот эту программу использовать, эту программу использовать, так ее выложить, вот так. Уделите немножко этому времени, да? Это очень просто. Это просто вот, ну, это легко как бы. Ну, вы прямо сегодня можете. У вас есть люди, которыми вы общаетесь, есть вот этот круг вашего, как знакомых, да? И вот они увидят это, они уже увидят. И даже, если, знаете, как, даже один человек, вот Лавара сегодня написала, я попробую, экстаз, все, мы чувствуем, что сегодняшний наш эфир прошел. Да, скидывайте нам, пожалуйста, ссылки, мы потом тоже поделимся. Да, напишите нам потом 8, или в чате молитв тоже можете скинуть, что вот вы с ним сняли шортс. Да, это реальный практический вклад, то есть нашу проповедь, книг Шива Пропады. Да. Не нужно никаких, никакого оборудования, простой телефон, этого достаточно. Писает Зинаида. Заполним интернет баговой гидой, да. Куда ролики выкладываете? Еще раз себе на странице, либо если вы категорически не ведете никакие страницы, можете нам поискать. Да. Установи на 108%. Парик Кришни, Жай Пропад. Давайте. Пробуйте, все очень просто. Ничего сложного вообще нету, да, то есть прям это делайте, и вдохновляйтесь, и прям проповедуйте, вот. И бага-гиды распространяйте, то есть попробуйте со всех сторон, ну, да, это сделать. То есть и просад можно распространять, и можно шортсы снимать, и практические книги выкупать, да. То есть сейчас просто есть все возможности для того, чтобы вообще, знаете, как говорится, не остаться, не удел, да. То есть можно практически каждый день что-то делать. По дороге и на работу, в трамвае и в метро можно делать шортсы. Да, 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 это как в чате у нас пишут, а я вот, говорит, не день без просады, вы знаете, не день без шортсы вообще. Это тоже вариант, да, у всех в своем хавах кто-то больше технику любит. Да, да. Может быть, чем булочки, ну, у всех свое. Да, так что спасибо вам большое, дорогие предные. Спасибо за ваши ответы в чате, за ваши комментарии. Это тоже нас очень сильно вдохновляет, наверное, мы с какой-то регулярностью начнем тоже рассказывать вам интернет-санкировать на него. И так, и также все, кто были на сегодня вебинаре, мы обязательно всем разошлем ссылку на семинар, посвященный постановке целей и задач. Спасибо, что вы остались до конца, нашли время. Вот, возможно, я прям буквально одну минуту посвящу этой методике. То есть в нашей жизни, когда мы ставим цели, мы можем руководствоваться двумя методами. То есть первый метод, что мы вот что-то, что-то делаем и к чему-то, к чему-то приводим, приходим. А можно сделать наоборот, сказать, вот я хочу через такое-то время, чтобы получилось вот столько-то, да. Например, я хочу, вот, пишет, взять аскезу, 108 дней шорт с Кришной, да. Окей, вы говорите, я хочу 108 дней снимать шорты. Да, каждый день я буду это делать. И сколько просмотров вы хотите? Да, и сколько вы хотите просмотров? Сколько вы хотите подписчиков, да. То есть вы делаете определенный заказ, сколько чего должно быть. И это включает все возможности, даже если вы сейчас не знаете, как это сделать. Но начинаются происходить какие-то чудеса. Вы начинаете держать это в фокусе. Как это сделать? Что для этого нужно? Вот также основой нашего проекта является организовать одну тысячу книг в день. Преданное, если у вас есть идеи, как это сделать, напишите, мы тоже это попробуем использовать. Нам иногда кажется, что мы живем просто в мире каких-то гипотен. Знаете, сколько мы перепробовали и того, что не работает. Но это не значит, что мы откажемся от этой мечты. Возможно, через какое-то время уже наконец мы выйдем и скажем, знаете, мы можем рассказать, как организовать тысячу. Пишут, что говорят, нюхают на наше масло, на Росимхаде. Мы тоже, видимо, покупили на Валберес, может быть, заказали. Поэтому здорово. Да, заказывают, стараешься в свой распространять. То есть все, что у нас продается, кроме книг, оно также служит этой же цели. Да. Потому что, во-первых, если есть какой-то заработок с этого, то он опять же идет на книге. А во-вторых, ко всем карточкам в конце прикуплены карточки баговодгиды. Да. Даже если вы увидите у нас там книжку по, давай что, сокотерапии. Ну, есть такие книги, да. То в конце все равно прикуплена карточка баговодгидов. То есть сокотерапия, она действует для того, чтобы проповедовать баговодгидов. Понимаете? У всего должен быть смысл. Все должно популяризировать баговодгиды. Да, то есть каждое действие, книга, футболка, товар, все что угодно. Но все должно прославлять баговодгидов. Поэтому спасибо вам. Вот пишут еще Махапрасат из тысячи храмов. Тысячи уже. Это вам условие. Да, мы сделали, знаете, была Мадурико Дордини, да, и она собрала Махапрасат. Из 108 храмов, представляете, там тоже продается. Да, но Дима Ленкевич говорит, тысячи идей на будущее. Тысячи просто. Как бы съел горстку, а там тысячи храмов. Ну, это новая идея вообще. На цитамосит и еле-еле. Мы там собирали, вообще целую историю были. Триви снимали с Мадурикой Дордини, как это было. Вот, так что спасибо большое, что пришли. Мы постараемся дальше проводить эти эфиры. Сейчас разошлём сразу ссылку на регистрацию и на подарочный семинар Брач-Махапрас. Спасибо вам большое, дорогие предные. Очень рады, что вы сегодня смогли уделить время. Это смогли найти. Мы рады были вам служить. Надеемся, по вашей милости будем дальше продолжать. Спасибо большое. Харе Кришна. Да, утрените поклоны. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...